Ваше счастье, ваша жизнь принадлежит вам. Единственный смысл в вашей жизни – быть счастливым, вне зависимости от других людей. Потому что любимые могут разлюбить, друзья могут предать, хейтеры могут возденавидеть, власть может достать и так далее. Вы живете в не очень уютном мире. И поэтому единственный смысл в вашей жизни – создать внутренний уют, в котором вам хорошо, и тогда у вас возникает вот такой щит. И при этом вы связаны с обществом, вы с ним связаны. Вот на этот 1% или 10%. Потому что вы делаете продукт для людей, вы хотите, чтобы он был признан, чтобы он помог им в жизни и так далее. Но это получится эффективно и хорошо, когда вы все-таки большую часть своего времени не зависите от внешних ресурсов и от внешнего мнения, а зависите только от собственных ресурсов и от своего мнения о самом себе, которое нужно развивать и себя анализировать. То есть себя нужно уважать. Если вас спросить, за что вы себя уважаете, мало кто может серьезно ответить на этот вопрос. А уважать себя можно только за результаты, за ту самую продуктивность. То есть за продукт, который вы даете людям, вам за это платят деньги, и он креативный и прекрасный. Бывают такие ситуации, когда все грохнулось. Это самый тот момент. Прямо вот видишь, у тебя все кончилось. Все. Ничего не получается. Нигде. Ни в личной жизни, ни в бизнесе, ни в деньгах, ни на работе. Все обломалось. И ты на дне. На дне своей депрессии и беспредела. Вот в этот момент нужно открывать дверь в себя. И говорит себе. Мозг. Че, я такой лузер, что ли? Это ты такой тупой? Не может быть. Столько нейронных связей, что все зря. Давай, выдавай. Что мне сейчас делать? И постепенно эта работа приведет. Какой-то идее. И тоже нужно ее попробовать реализовать. Хотя бы чуть-чуть. Для слабых людей, которые никак не могут в мирное для себя время начать путь к себе. Мирное я имею в виду, когда все неплохо. Я начинала это делать, даже когда все неплохо. И даже, когда я ушла из бизнеса, у меня было все хорошо. Вот чего, да? И все равно. Потому что я очень сильно прислушивалась к себе. И вот я лелеяла, любила свою энергию хищника. Догонять больше нечего. Всех догнала, переварила. Спать тоже надоело. Нет, хочется куда-то гнаться за чем-то другим. А для слабых людей, травоядных, то тогда нужно, конечно, дождаться объективного, кризисного, отчаянного момента. И в этот момент вспомнить меня и сказать себе, опля, не так уж все плохо. Сейчас я открою какую-то новую дверь. И там окажется просто куча всякого разного интересного. Мне очень понравилась идея одного моего знакомого, который со мной согласился, и я тоже с ним согласна. Дураков нету. Если нет органического изменения мозга, ну там шизофрения или генные поломки и так далее, дураков нет. Просто есть люди, которые тупо смотрят, как вы сами сказали, только на социум. Причем они не смотрят на весь социум, а на ближайшее. И дальше из него не высовываются, и вот живут вот в этой своем счастье и несчастье. А есть люди, которые доходят до ручки, и вдруг что-то в них просыпается, они начинают выкручивать из себя и переделывать все. Поэтому любой человек, кто захочет изменить свою жизнь, способен на это. Счастье. Организм приспособлен к счастью. Мозг своим бешеным количеством нейронов, такая сложная махина, которая, потребляя малой энергии, делает столько всякого, миллионы операций в секунду, она способна сделать вам счастье. Вы чего, ребята? Дураков нет. Несчастных нет. Все возможно. И поскольку большинство в это не верит, то тогда мой рецепт, когда грохнет как следует, вот с этого момента, когда уже больше бесполезно смотреть на соседей, на друзей, на родителей, когда все отвернулись или развели рука, и мы ничем не можем помыть. Вот тогда, ребята, мы начинаем обращаться к самим себе. И чаще всего все получается. Ты должен все время двигаться. А в природе все двигается. В нас все каждую секунду двигается. Вся Вселенная находится в постоянном движении. Источником безграничной Вселенной является энергия. А энергия – это масса, умноженная на скорость света в квадрате, в формула Эйнштейна. То есть это состояние частицы, когда у нее уже нет массы. Она превращается в волну. Она находится везде одновременно. За счет чего? За счет скорости. Поэтому баланс – это движение. А при этом движение непростое. Оно движение на неустойчивой почве. Сегодняшний хаос предлагает турбулентную неустойчивость. И у вас единственный способ – двигаться в балансе. А двигаться в балансе означает, что вы не находитесь в состоянии стабильности, покоя. Вы качаетесь. Вы качаетесь. Но как только вас сильно передавило в одну сторону, чтобы не упасть, вы передавливаете в другую. Вы не стоите на месте, потому что тогда вы упадете. Если вы будете спешить в хаосе, то вы тоже упадете. То есть вам нужно двигаться почти как волна, имитируя волну маленькими шагами. Поэтому восточные философы правильно говорили, что путь – тысячи шагов. Поэтому то, что я описала, это движение человека, который идет по канату. Он все время двигается, он все время качается, и он все время двигается вперед. Но он не делает огромных шагов, потому что тогда он упадет, если он не акробат. И он при этом не стоит на месте. Потому что чем больше стоит на месте, больше неустойчивость. Велосипед. У вас очень высокая устойчивость при очень высокой скорости. Мотоцикл. Поэтому я считаю, что от гармонии нужно отходить и воспринимать это состояние без мысли, без шагов, без движения, как застывшее опустошение, как отдых, как паузу, как попытку убрать суету. Это нормально. Но когда мне огромное количество людей говорят, что моя цель – это гармония, я говорю, тогда умри. Нет проблем. И, наконец, ты сгармонизируешься, почему ты вышел из энергии и уйдешь в нее. И после этого наступит абсолютная гармония при жизни. Полное интервью смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка на него под видео в описании, либо же в закрепленном комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok